Кому необходимо с регулировкой помочь? Помогу. Уже тоже будем, когда к такому что-то уже посмотреть декоративно. Понятно, что мы с вами видели замонтаж, мы видели с вами строительную работу, как шли. А вот уже как больше к отделочному... Ну, уже к отделке понятно, кто бы, по-моему, сделали. Вот так уже будет что-то красивое. Ранее в этом здании уже неоднократно приходилось быть. И я историю здания его постройки рассказывал, наверное, не надо. Но самое важное, что адекстрой изучил историю этого здания. Это немаловажный фактор, потому что от этого все и проблемы многие. Потому что строительство, да, неоднозначно велось в течение долгого времени. Поэтому в таком состоянии, наверное, наш театр находится сейчас. В 1961 году закончилась последняя реконструкция этого здания. И вот расчистка стен с окольного этажа вы можете увидеть. Здесь неоднородные стерпичные кладки. Здесь у нас есть и исторические фрагменты. Мы находимся на пару из нас исторических событий. Все долго ждали, говорили о том, что здание театра «Терпалета» требует реконструкции. Отдали все тех, кто принимал участие и в проектах проведения платно-цветной документации, и в отделении денежных средств, и, конечно, сейчас в проведении этого ремонта. Конечно, стройки — это три года, которые встают сейчас, встал на ремонт и реконструкцию, больше даже сказать, театра «Терпалета». Мы очень надеемся и контролируем, собственно говоря, весь график производственных работ. На сегодняшний день они идут в том, наверное, напряженном, в первую очередь, графике, потому что вы знаете всю историю проведения конкурсов. Они проводились четыре раза, к сожалению. И вот в сегодняшний момент мы начали поздно эту работу, но срывов по январь месяца, по 31 декабря не будет, и уверяет подрядчик, и мы за этим осуществляем контроль. Вы знаете, что на объекте постоянно губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев буквально в эту работу. Инспекция была по этому объекту. Конечно, это общественный совет, который создан по реконструкции нашего театра «Терпалета». Ну и, конечно, это все денежные средства, которые выделены и в этом году правительством страны. И, конечно, это резервация на 2021-2022 год всех денежных средств, которые необходимы для нашего объекта. В этом плане мы тоже спокойны. И надеемся, что никаких срывов по этому объекту больше, чем, к сожалению, были по введению контактных процедур. Уже на этом объекте демонтаж не употребляется именно в этом контексте. Ну и все волновались, а что же будет. Потому что все любят театр и видели его в этом виде, в котором он есть. И, конечно, первозданный вид, все хотят видеть, чтобы он остался. И это на самом деле именно так. Все пожелания жителей были именно в этом плане. Поэтому я еще раз уточняю, что первозданный вид вид только уже в обновленном виде. А зрительный зал пока не трогали, да? Зрительный зал мы пока не трогали. Работы по зрительному залу у нас в план графики предстоят в следующем году. И эти работы будут очень тесно завязаны как раз механикой и оснащением сцены. Поэтому, когда мы приступим с работой в зрительном зале, мы уже отдельно соберем глаза и сможем это хорошо. Ну, в этом году у нас была сумма 600 миллионов рублей. Так как мы попросили в этом году оставить нам 200 миллионов, 210, остальную сумму пересределили другие регионы, то эту сумму, оставшуюся, нам зарезервировали на 2021 год. То есть и денежные средства придут к нам на следующий год. Это будет около 700 миллионов. Ну, честно, вот, мы немножко шокированы тем, что увидели, потому что, ну... Ну, мы сегодня были свидетелями того, что практически прошел демонтаж всех тех объектов, вернее, тех кабинетов и нашей голубой гостиной. И мы даже с вами были примерные. И мы увидели, что демонтаж практически весь проведен. Сейчас готовы все к главному, наверное, моменту, это укрепление фундамента. Это о чем шла речь, собственно говоря, первоначально, когда мы делали правительственную реабилитацию, и говорили о том, что здесь очень плохой фундамент, и поэтому угроза, которая могла быть, скажем, быть, именно стоит вот в этом. Я думаю, что это все будет восстановлено. Это ненадолго. Да, и что это ненадолго, поэтому тяжело смотреть, но с надеждой на будущее и с уверенностью в том, что это будет лучше. Мы ждем этого. Я хочу сказать, что мы не терпим.